Сельские пейзажи, городские мотивы и натюрморты – всё это, хоть на первый взгляд и кажется несочетаемым, создаёт гармоничное настроение выставки «Земля, вода, воздух» минского художника Василия Пешкуна. Изображения простой сельской жизни на Полесье или мирного осеннего пейзажа связаны у автора с детскими впечатлениями. Я постоянно езжу в деревню к деду своему, ему уже 86 лет, это Старушенко Владимир Емельянович. И вот я приезжаю к нему в гости в деревню и, соответственно, там хожу, пишу. Поэтому работаю у меня с этой деревней, с моих родных детских мест, потому что я помню это ещё всё с детства, эти места. А теперь получается, что я пишу и сохраняю для себя как память эти мотивы. Все работы написаны маслом, а благодаря фактуре и тёплым цветам создают особое ностальгическое настроение. С каждой картиной у художника связаны воспоминания или история, одной из которых Василий с нами поделился. Вот это интересная работа тем, что вот я рассказывал про свою деревню, что я езжу, там детство, где прошло, ну вот именно по лесу. И вот интересно тем, что я приехал сюда как-то вот ранее весной и стал писать. И тут как пошёл дождь, в общем, я полностью промок. И полный этюдник у меня налил воды полностью, тюбики там плавали, я их так выливал в воду и писал, палитру смахивал. И вот здесь на этой работе это всё видно, вот этот капли, просто интересная фактура получается. Василий Пешкун выставлял свои работы и за рубежом. В Польше, Венгрии, Германии именно такие истинно белорусские мотивы интересны европейскому зрителю. Выставка «Земля, вода, воздух» подготовлена специально для Гродненской галереи «Тезенгаус» и обширно показывает колорит Беларуси. Тут работа находится 2012 года, это первый раз, когда я приехал в Гродно писать. Вот поэтому две работы будут 2012. Остальные такие уже самые поздние, это вот 2014 год, 2013 год пару работ есть. Этим летом просто я побывал ещё на Брославских озёрах, ездил писать и, соответственно, привёз оттуда какое-то количество работ. И также будут представлены именно Брославские озёра. Выставка «Минского художника» продлится до 15 октября в галерее «Тезенгаус», куда каждый может прийти за частичкой белорусского волшебства. Юлия Косила, Максим Базеленко, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова